Страдания и чудеса святых мучеников Бориса и Глеба, князей русских Род праведных вовеки и в благословении будет Святой Владимир, сын Святослава, внук Игоря, просветивший святым крещением всю землю русскую, имел 12 сыновей, не от одной жены, но от разных. Старшим сыном был Вишеслав, вторым – Мизослав, а третьим – Святополк, который и придумал зловое убийство братьев своих. Мать Святополка, гречанка, была прежде монахинью. Брат Владимира Ярополк, прельщенный ее красотой, растрих ее и женился на ней. Владимир, тогда еще язычник, убил Ярополка и взял его жену себе в замужество. От нее-то и родился Святополк, окаянный, и не любил его Владимир. У Владимира были еще сыновья, от Рогнеда четверо, Изяслав, Мстислав, Ярослав и Всеволод, от Чехини – Вяшеслав, и от той и иной жены – Святослав и Мстислав, а от Болгарыни – Борис и Глеб. И посадил их отец на княжине по разным землям – Святополка в Пинске, Ярослава в Новгороде, Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме. Когда уже прошло 28 лет по святому крещению, постиг Владимира злой недуг. В это время к отцу прибыл Борис из Ростова, печенеги шли ратью на Русь, и Владимир был в великой печали, потому что не имел сил выступить против безбожных. Озабоченный сим призвал он Бориса, которому во святом крещении было наречено имя Роман. Отец дал Борису блаженному и скоропослушливому много воинов, и послал его против безбожных печенегов. С радостью пошел Борис, сказав отцу – вот я пред тобой готов сотворить, что требует воля сердца твоего. О сих сказано в притчах – сын был отцу послушливый и любимый у матери, но не нашел Борис супостатов своих. На возвратном пути к нему прибыл вестник и сказал, что отец его Владимир, нареченный во святом крещении Василий, умер. А святополк утаил смерть отца, ночью разобрал пол палат в селе Берестовом, обернул тело усопшего в ковер, спустил его на веревках, отвез в санях в церковь святые Богородицы и поставил там. Все это было сделано тайно. Услышав сие Бориса слаб телом. Все лицо его облилось слезами, и он не мог говорить, но в сердце так плакался по отце своем. О вы мне, свет очей моих, сияние и заря лица моего, воспитатель юности моей, наказание неразумия моего. О вы мне, отец и господин мой, к кому я прибегну, на кого я посмотрю, где я насыщусь благого учения и наказания твоего разума. О вы мне, о вы мне, закатилось сердце в солнце мое, и я не был тут, не мог самооблачить честное тело твое и предать гробу своими руками. Не переносил я твого прекрасного и мужественного тела, не сподобился поцеловать твоих седин. О блаженный мой, помяни меня в месте твоего упокоения. Сердце у меня горит, смущается у меня разум, не знаю я, к кому обратиться и поведать мою горькую печаль. Если к брату, которого я имел бы вместо отца, но тот, кажется, думает о суете мирской и о моем убиении, если же он решится на мое убиение, то я буду мучеником Господу моему, но не противлюсь, ибо пишется, Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. Апостол говорит, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. И еще, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Ну что мне сказать и что сотворить? Пойду я к брату своему и скажу, ты мне будь отцом, ты мне брат старший, что ты лелишь, господин мой? Так, помышляя в уме своем, пошел Борис к брату своему и говорил в душе, там узрю лице брата моего меньшего Глеба, как Иосиф Вениамина, воля твоя да будет, Господи мой. И думал Борис, если я пойду в дом отца своего, то многие обратят свое сердце к мысли изгнать брата моего, как это сделал отец мой, прежде святого крещения, ради славы княжения мира сего. А это все мимолетно, тленные и ничтожные паутине. Если же я решусь на сие, то куда мне идти? Что со мной будет? Какой ответ дам я тогда, где скрою множество греха моего? Что приобрели братья отца моего и отец мой, где их жизнь и слава мира сего? Магреница и пиры, серебро и золото, вина, мед и брашна, быстрые и высокие кони, имение многое, данний почет без числа и гордость своими боярами. Уже все еко бы никогда и не существовало, все исчезло вместе с ними. И нет им помощи ни от кого, ни от имения, ни от многочисленных рабов, ни от славы мира сего. Вот и Соломон все испытал, все видел, все приобрел, и, рассмотрев все, сказал, суета, сует, все суета. Помощь только от добрых дел, от правоверия, от нельцемерной любви. Идя своим путем, помышлял Борис о красоте и силе тела своего, и горько плакал, хотел удержаться о слез, но не мог. И все, видя его в слезах, плакались о его благородной красоте и добром разуме. И каждый горевал в душе, всех смутила его печаль. И кто мог не заплакать, предчувствуя смерть Бориса, видя его унылое лицо и его скорбь. Ибо был блаженный князь правдив, щедр и тих, кроток и смирен, всех миловал и всем помогал. Но святого Бориса укрепляла мысль о том, что если его брат по научению злых людей и убьет его, то он будет мучеником, и Господь приимет дух его. Он забыл смертную боль, утешая себя свое сердце словами Божьими. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее и в жизни вечной сохранит ее. И шел Борис с радостным сердцем, говоря, «Не презри мне, премилостивый Господи меня, уповающего на тебя, но спаси душу мою». Святополк живо сел на отеческий княжеский стол в Киеве, призвал киевлян, раздал им многие дары и отпустил их. Затем послал к Борису с такими словами, «Брат, я хочу с тобой жить в любви и увеличу твою часть в отчим наследии». В этих словах было лесть, а не истина. Святополк прибыл тайно ночью в Вышигород, призвал Путшу и Вышигородских мужей и сказал им, «Скажите мне по правде, имеете ли вы ко мне приязнь?» Путша сказал, «Мы все готовы за тебя головы свои положить». Исконный ненавистник добрых людей, дьявол, видя, что святой Борис возложил всю надежду на Бога, стал сильнее воздействовать на Святополка, который, подобно Каину, горел огнем братоубийства, задумав избить всех наследников отца своего и одному принять власть его. А Каянный проклятый Святополк, советник всякого зла и начальник всякой неправды, снова призвал к себе Вышигородских мужей, отверг свои мерзкие уста и спустил свой злой глаз и сказал людям Путши, «Если вы обещаете положить за меня головы, идите тайно, братья мои, найдите брата моего Бориса и, улучив время, убейте его». И обещались они Святополку так сотворить, о таких людях сказал пророк. «Ноги их бегут козлу, и они спешат на пролитие невинной крови. С их пути есть путь беззакония, нечесть имбо свою душу объемлют». Блаженный Борис на возвратном пути стал на реке Альте в шатрах и сказала ему дружина его, «Иди и сядь на княжеском столе отца своего, ибо все воины находятся у тебя». Он же отвечал им, «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца». Услышав, все воины ушли от Бориса, и он остался только с отроками своими. Был тогда день субботний. Удрученный печалью, вошел он в шатер свой, со слезами жалобного звал. «Слез моих не презри, владыка, уповаю на тебя, что приму жребий с твоими рабами, со всеми святыми твоими, ибо ты, Бог милостивый, и тебе славу воссылаем вовеки. Аминь». Говоря это, он помышлял о мучении и страдании святого Никиты и святого Вячеслава, думая, что будет убит подобно сему князю, и о том, как святая Варвара была убита родным отцом. Пришло ему тогда на память слово премудрого Соломона, «А праведники живут вовеки, награды и в Господе, и попечения о них у Вышнего». Сим лишь словом утешался он и радовался. Наступил вечер, и святой Борис велел служить вечерню, а сам вошел в шатер и стал творить милостыню и вечерню со слезами горькими и частым воздыханием и стенанием многим. Потом лег и уснул. И был его сон полон многими думами и глубокой и страшной печалью о том, как ему предаться на страдания, течение скончать и веру соблюсти, чтобы принять от руки вседержителя уготованный венец. Проснувшись рано, он увидел, что уже время быть утренней. «Было же тогда святое воскресенье», и сказал он пресвитеру своему, «Восстань и начни утренню». Сам же обыл ноги, умыл лицо и начал молиться Господу Богу. Посланные святополком пришли на Альту ночью, приблизились и услышали голос блаженного страстотерпца, поющего псалмы, положенной на утренню. Уже дошла до святого весь от предстоящего убиения, и он пел, «Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня» и прочие псалмы. Затем он стал петь, «Псы окружили меня, множество тельцов обступили меня». Потом, «Господи, Боже мой, на Тебя уповаю, спаси меня». После сего пел канон. Окончив утреннюю, святой Борис стал молиться пред иконою Господа, говоря, «Господи Иисусе Христе, Ты явился всему образом на земле, изволил добровольно взойти на крест и принял страдания за наши грехи, сподоби меня пострадать». И, услышав сильный топот около шатра, святой Борис затрепетал, залился слезами и сказал, «Слава Тебе, Господи, что в свете всем сподобил меня принять горькую смерть из-за зависти и пострадать за любовь и слово Твое. Ибо я не хотел искать княжения себе, ни в чем я не поступил самовольно, по слову апостола. Любовь долго терпит, всему верит и не ищет своего». И еще, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. «В Твоих руках, владыка, душа моя, не забыл я заповеди Твоей. Что Господу угодно, пусть так и будет». Священник и отрок, слуга святого Бориса, увидев господина своего ослабевшим и одержимым печалью, горько заплакал и сказал, «Милый Господин наш дорогой, какой благодати сподобился Ты, ибо не захотел противиться брату своему ради любви Христовой, хоть и много воинов имел Ты у себя». Так говорили они с умилением. Тут они увидели бегущих к шатру, блесках оружия и обнаженных мечей. Без милости было пронзено честное тело святого блаженного страстотерпца Христова Бориса. Его проткнули копьями Путша и Талец, и Елович Лешко. Видя сие, отрок святого Бориса бросился на тело его и сказал, «Не оставлю тебя, господин мой дорогой, где увяла красота тела Твоего, тут и я пусть буду сподобленно кончить свою жизнь с Тобою». Был же он родом венгерец, звали его Георгий. Святой Борис возложил на него золотую гривну и был любим князем безмерно. Тут пронзили и отрока. Раненый святой Борис в испуге выбежал из шатра и стали говорить, окруживши его, «Что стоите и смотрите? Покончен приказанное нам». Слыша сие, блаженный начал умолять и упрашивать их, говоря, «Братья мои, милые и любимые, погодите немного, дайте мне помолиться Богу моему». И, возрев на небо со слезами, горько он вздохнул и стал молиться, «Господи Божий милостивый, слава Тебе, ибо освободил меня от прельщений жития сего. Слава Тебе, прищедрый податель жизни, сподобивший меня страдания святых Твоих мучеников. Слава Тебе, владыка-человеколюбец, исполнивший желания сердца моего. Слава, Христе, милосердию Твоему, ибо Ты направил на правый мирный путь ноги мои идти к Тебе без соблазна. Призри с высоты святости Твоей, посмотри на сердечное мое страдание, которое я принял от своего сродника, ибо ради Тебя умершляют меня сегодня, они, как Агнца, пожирают меня. Знаешь, Господи, знаешь, что я не противлюсь, не возражаю. Имея в своих руках всех воинов отца своего и всех его любимцев, я не помыслил ничего злого сотворить брату моему, он же всеми силами воздвигся против меня. Если бы меня оскорблял враг, я бы перенес. Если бы ненавидящий уничижил меня, я бы укрылся. Но Ты, Господи, смотри и рассуди меня с братом моим, и не поставь ему в вину греха сего, но прими с душу, с миром душу мою. Аминь. Затем, обратив к убийцам истомленное лицо свое, и, возрев на них умерленными очами, заливаясь слезами, сказал им, «Братья, приступите и окончите повеленное вам, и да будет мир брату моему, и вам, братья». Все, кто слышал слова святого, не могли говорить от страха, горькой печали и многих слез. С горьким воздыханием жалостно все плакали, и каждый думал, «Увы мне, князь мой милый, дорогой блаженный, водитель слепым, одежда нагим, жезл старости, наука ненаученным, кто сие исправит?» «Как удивительно, что не захотел ты славы мира сего и величия, не захотел бы среды честных вельмож, кто не удивится великому его смирению, кто не смирится, видя и слыша его смирение». Посланные святополком избили из многих отроков. С Георгией они же не смогли снять гривны, отсекли голову ему и отбросили ее, так что и после не могли узнать тело его. Блаженного Бориса они обернули шатром и, положив на повозку, повезли. Когда доехали до леса, святой Борис стал клонить голову. Узнав о всем, святополк послал двух варягов и те пронзили мечом в сердце мученика. И тотчас святой скончался, придав душу в руки Бога живо месяца июля в 24-й день. Тело его тайно принесли выше город, положили у церкви святого Василия и в земле погребли его. Так святой Борис, прияв венец от Христа Бога, был сопричтен с праведными и водворился с пророками-апостолами и с ликами мученическими, почивая в лоне Авраама, неся неизреченную радость, воспевая с ангелами, веселясь в лике святых. Окаянные же убийцы пришли к святополку и беззаконные, как бы считали себя достойными похвалы. Такими слугами бесы бывают, ибо бесы посылаемы бывают на зло, а ангелы на добро. Ангел человеку зла не сотворяет, но всегда думает о благе его. Он помогает христианам и защищает их от супротивного дьявола. Бесы же всегда на злое ловят, всегда завидуя человеку, ибо видят, что он любим Богом. Завидуя человеку, бесы стремятся ему сделать зло. Господь сказал, кто прельстит Ахава, а бес ответил, вот я иду. Злой же человек, стремящийся к озлу, не уступает возле бесу. Бесы человека боятся, а злой человек Бога не боится и не стыдится людей. Бесы креста Господня боятся, а злой человек даже и креста не боится. Вот им и сказал пророк Давид, подлинно ли правду говорите и справедливо судите сыны человеческие. Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, а тут робы матери заблуждают, говоря лот, ложь, яд у них, как яд змеи. Не остановился на сему убийстве окаянный святополк, но неистовстве стал стремиться к большему. Увидев исполнение желания сердца своего, не задумался над таким злым убийством и над соблазном своим и нисколько не почувствовал раскаяния. Вошел в сердце его сатана и стал его подстрекать к большему и худшему преступлению и к дальнейшему убийству. И думал окаянный, что мне делать, если я остановлюсь на сему убийстве, то ожидает меня двоякое зло, услышат о совершенном мои братья и скоро воздадут мне хуже совершенного. А если не совершат всего, то изгонят меня. И буду я чушь престола отца моего и загложит меня сожаление земле моей. Враги мои будут поносить меня, мое княжение получит другой, и в домах моих не будет живущего, ибо я подверг гонению возлюбленного Господом и болезнь увеличил раною. Посему приложу беззаконие к беззаконию, грех моей матери не очистится, а я все равно не буду написан с праведными, так уж пусть я буду изглажен в книге живота. Замыслив это в уме своем, сей злой друг дьявола послал сказать блаженному Глебу, иди скорее, отец твой очень нездоров и зовет тебя. Глеб тотчас сел на коня и с малой дружиной помчался на зов. Когда он доехал до Волги, у устья тьмы на поле споткнулся под ним конь в канаву и повредил себе ногу. Затем прибыл к Смоленску и отойдя от Смоленска, невдалеке остановился на реке Смедине в лодке. В это время пришла от предславы к Ярославу весть о смерти отца. Ярослав же послал Глебу со словами, «Не ходи, брат, отец у тебя умер, а брат твой убит святополком». Услышав сие блажен и запечалился, горько зарыдал и сказал, «Увы мне, господин мой, двумя плачами я плачу и сетую двумя сетованиями. Увы мне, увы мне, плачу я об отце, плачу больше в отчаянии по тебе, брат и господин мой Борис, как пронзили тебя, как ты без милости был предан смерти и нет врага, но от своего брата приял гибель. Увы мне, лучше бы мне умереть с тобою, нежели жить в всем житии одному осиротевшему от тебя. Я думал увидать твое лицо ангельское и вот какое горе постигло меня. Лучше я желал бы умереть с тобой, господин мой, а теперь что делать мне, умиленному и скорбящему о твоей красоте и глубоком разуме отца моего. О, милый мой брат и господин, если ты получил дерзновение у Бога, моли о мне унылом, чтобы я сподоблен был ту же смерть приятий жить с тобою, а не в свете семь полном прельщений». Когда святой Глеб так стенал, увлажняя слезами землю и с воздыханием часто призывал Бога, внезапно пришли посланные святополком злые его слуги, немилостивые кровопийцы, братоненавистники лютые, имеющие свирепую душу. Святой плыл в лодке, и они встретили его на устье Смядыни. Уведя их, он возрадовался душою, а они омрачились и стали плыть к нему. Святой же ожидал принять от них целование. Когда лодки поравнялись, злодеи схватили лодку князя зауключенные, подтянули к себе и стали скакать в нее, имея в руках обнаженные мечи, блиставшие, как вода. В тот час ухребутцов выпали из рук весла, и все помертвели от страха. Блаженный, видя, что его хотят убить, взглянул на злодеев умиленными очами и сокрушенным сердцем, смиренным разумом и частым воздыханием, заливаясь слезами слабее тела, стал жалобно молить их. Не троньте меня, братья мои милые и дорогие, не троньте меня, я не сделал вам ничего дурного. Не троньте меня, братья милые и господа мои, не стерегите меня. Какую обиду нанес я брату моему и вам, братья и господа мои? Если и есть обида, то ведите меня к князю вашему, а к моему брату и господину. Пощадите юность мою, помилуйте господа мои, будьте мне господами, а я ваш раб. Не пожните меня еще не созрелого, не пожните колоса еще не поспевшего, но еще полного молоком беззлобия. Не срезайте лозы еще не возросшей, но имеющей уже плод. Прошу вас и умоляю, убойтеся, сказавшего устами апостолов, не будьте дети умом, на злое будьте младенцем. Это не убийство, но сырорезание. Докажите мне, что злого сделал я. Не пожалею, если кровью моей вы хотите насытиться. Я уже в руках у вас, братья, и в руках брата моего вашего князя. Но убийство не устудило ни одно слово, и они не изменили своего замысла. Как свирепые звери напали они на святого, и так схватили его. Он же, видя, что они не внимают словам его, стал говорить. Будь спасен, милый мой отец и господин Василий, будь спасена мать, госпожа моя, будь спасен и брат Борис, старейшина юности моей, брат Ярослав, мой помощник. Будь спасен и ты, брат и враг святополка, и вы все, братья и дружина, уже мне не увидать вас жить и есть им, ибо насильно разлучают меня с вами. И говорил он со слезами. Василий, Василий, отец мой, преклони слух твой, услышь голос мой. Погляди, что случилось с сыном твоим, как без вины заколают меня. Увы мне, увы мне, слушай небо и внемли земля. И ты, Борис, брат, услышь голос мой. Я призывал отца моего Василия, но он не послушал меня. Неужели и ты не хочешь меня услышать? Погляди на скорбь сердца моего и на рану души моей. На мои слезы, бегущие подобно реке, никто мне не внемлет. Но ты помяни меня и помолись обо мне общему всех владыке, так как ты имеешь дерзновение и предстоишь престолу его. Преклонив колено, стал он так молиться. Прещедрый, премилостивый Господь, не презри слез моих, но жалостью посмотри на сокрушение сердца моего. Вот я за Калаем, но за что и за какую обиду, я не знаю. Ты знаешь, Господи, Господи мой. Я ведь знаю, что ты сказал своим апостолам. За имя мое возложат на вас руки и преданы будете родом. И брат брата предаст на смерть и умертвят вас ради имени моего. И еще, терпением вашим спасайте души ваши. Смотри, Господи, и суди. Вот готова душа моя пред тобой, Господи, и тебе славу воссылаем, отцу и сыну и святому духу. Затем, взглянув на убийц, сказал им тихим голосом, «Приступайте уж и кончайте то, за чем вы посланы». Тогда каянный горя сер велел его тотчас зарезать. Старший повар Глеба именем Торчин обнажил нож свой, встал на колени, взял святого Глеба за голову и перерезал горло блаженному, как незлобивому агнцу. Сие было месяца сентября в пятое число, в понедельник. И принеслась Господу жертва чистая, святая благовонная, и зашла в небесные обители к Богу. И узрел святой желанного брата, и оба они восприняли венцы небесные, которых так желали, и возрадовались радостью незреченную, которую достигли братолюбием своим. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Окаянные те убийцы возвратились к пославшему их, как сказал пророк Давид. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. И еще. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и лук их сокрушатся. А нечестивые погибнут, исчезнут в дыме и исчезнут. И сказали они святополку, сотворили мы повеленное тобою. Услышав это, он вознесся сердцем, и сбылось сказанное псалмопедцем Давидом, что хлавалишься злодейством сильный. Гибель вымышляет язык твой. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, и исторнит тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Как сказал и Соломон, я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Когда святой Глеб был убит, тело его бросили в пустынном месте, между двух колод. Но Господь никогда не оставляет своих рабов, как сказал Давид. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. И вот, когда тело святого долго лежало на пустыре, Господь не оставил его пребывать в неведении и небрежении, но показал себе место то свящей горящей, то прохожие купцы, охотники и пастухи слышали пение ангельское. Но не слышавшим, не видевшим, сие не пришло на ум поискать тело святого. Пока Ярослав, возмущенный с ним убийством, не пошел войною на брата-убийцу окаянного святополка, которого, прияв многобранного труда, победил при помощи Божьей и поспешении святых князей-мучеников. Так был подсрамлен и побежден нечестивый. Убив своих братьев, святополк стал княжить в Киеве. Ярослав же еще не знал о смерти отца. У Ярослава было много варягов, которые творили насилие Новгородцам и их женам. Жители Новгорода возмутились и избили варягов во дворе Парамона. Тогда Ярослав разгневался и со словами «Уже мне убитых не воскресить!» С княжеского судилища во дворе послал за знатными новгородцами, которые зарубили варягов, и, обманув, перебил их. В ту же ночь пришла к нему весть из Киева от сестры его предславы. «Отец у тебя умер! Святополк княжит в Киеве! Убил он Бориса! А на Глеба послал убийц! Берегись его!» Услышав сие, Ярослав загрустил об отце, братья и о дружине. На другой день он собрал остальных новгородцев и сказал «Милая моя дружина, вчера я перебил ее, а ныне она мне пригодилась бы!» Утер он слезы и сказал новгородцам на вече «Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве, побивая своих братьев!» И сказали ему новгородцы «Хоть и перебил ты наших братьев, но мы можем бороться за тебя!» Собрав варяг тысячу, на других воинов сорок тысяч, Ярослав призвал Бога на помощь и пошел на Святополка со словами «Не я начал избивать братьев, но он!» Пусть же он и ответит за кровь братьев, ибо без вины пролил он праведную кровь Бориса и Глеба, и мне может тоже сотворить, но суди Бог по правде, чтобы прекратилась злоба грешного!» И пошел на Святополка. Тот же, услышав про поход Ярослава, собрал бесчисленное войско Руси и Печенегов и выступил к Любичу. Это было в лето 1016 года. Оба войска встретились у Днепра, стали одно против другого по обе стороны реки, и никакой из них не имелось милости начать бой. Так они и стояли друг против друга около трех месяцев, и стал воевода Святополка, ездя по берегу, укорять новгородцев. «Что вы пришли с хромым? Вы плотники! Вот мы вас заставим строить нам хоромы!» Услышав, все новгородцы оскорбились и сказали Ярославу, «Завтра перевеземся через реку. Если же кто не пойдет с нами, сами убьем его». В то пору были уже заморозки. Святополк стоял между двумя озерами. Высадившись на берег, он всю ночь пил вино с дружиною. На заре Ярослав с войском перевезлись через реку, высадились и оттолкнули лодки от берега. И вот пошли войска друг на друга и столкнулись. Сильная была сеча. Печенеги стояли за озером и не могли помочь Святополку. Воины Ярослава притиснули Святополка урать к озеру, столкнули их на лед, который под ними проломился, и стал одолевать Ярослав. Видя сие, Святополк бежал к ляхам. Ярослав же сел на отцовском княжении в Киеве после того, как пробыл в Новгороде в 28 лет. Через два года Святополк пошел против Ярослава с королем Болеславом и ляхами. Ярослав собрал войско из Руси, Варягов и Словен и пошел в Волынию. Войска встретились у реки Буга и стали на противоположных берегах. Был у Ярослава пестун, воевода Буды, и начал он укорять Болеслава. «Вот мы копьем проткнем твое чрево». Болеслав же был огромный и тяжелый, и едва мог сидеть на коне, и сказал Болеслав дружине своей, «Если вы не оскорбились с им укором, я один погибну». И бросился на коне в реку, за ним пошли и воины его. Ярослав же не успел приготовиться к битве, и победил Болеслав Ярослава. Болеслав вошел со Святополком в Киев, а Ярослав бежал с четырьмя мужами в Новгород. Оттуда он уже хотел бежать за море, но посадник Константин, сын Добрыни с новгородцами, растекли лодки Ярослава, говоря, «Мы еще можем биться с Болеславом и Святополком». И начали им собирать деньги. С каждого мужа по четыре кунны, со старост по девять гривен, а с бояр по восемьдесят гривен. Затем призвали варягов и заплатили им собранные деньги. Так собрал Ярослав большое войско. Безумный же Святополк сказал, «Избивайте по городам ляхов». Так и сделали. Тогда Болеслав бежал из Киева, захватив с собой имущество и бояр. Ярослав же устремился на Святополка и победил его. Святополк бежал к печенегам. В лето 1919 года он возвратился со множеством печенегов. Ярослав собрал войско и выступил против него на Альту. Став на месте, где был убит Святой Борис, он воздел руки на небо и сказал, «Вот кровь брата моего вопиет к тебе, владыка, как кровь Авеля. Отомсти за него Святополку, как брата убийцы Каину, на которого ты возложил стена неотрясения. Молю тебя, Господи, пусть Святополк получит то же». Затем, помолившись, Ярослав сказал, «О, братья мои, если вы и умерли телом, то живы благодатью и предстоите Господу. Помогите мне молитвою». Сказал сие он, пошел на Святополка, и поле у реки Альты покрылось множеством воинов. И сошлись войска на восходе солнца, и была злая сеча, соступались трижды, бились целый день, и только к вечеру отдалел Ярослав. Сей же окаянный Святополк бежал. И напал на него бес, и расслабли кости его так, что он не мог сидеть на коне, и его несли на носилках. Так донесли его до Берестия. Он же говорил, «Бегите, вот гонятся за нами!» Посылали против погони, но никого не находили. Лежа в немощи, Святополк все скакивал и говорил, «Бежим, опять гонятся!» «Ой, хмне!» Так не мог он побыть на одном месте. И пробежал он через ляховскую землю, гонимый гневом Божиим, и достиг пустыни между землей ляхов и чехов. Тут он лишился жизни и принял возмездие от Господа, так как свидетельствовала послана на него болезнь о вечной муке по смерти. Так был он лишен той и другой жизни. Здесь он лишился не только княжения, но и жития. А там не только Царство Небесного и пребывания с ангелами, но и был предан муке и огню. Могила и его осталась. От нее исходит злой мрад на показания людям, что если услышавший о всем сотворит подобное, то приимет и горше сего. Ибо Каин, не зная возмездия, принял одно наказание, а Ламех, как уже знавший о Каймене, семьдесят раз сильнее был отомщен. Такое возмездие получают творящие зло. Как Юлиан, царь, проливший много крови святых мучеников, подвергся горькой бесчеловечной смерти, пронзенной копьем в сердце неведомо кем, так и этот погиб в бегстве, не зная от кого пришла ему злострастная смерть. С того времени затихла в русской земле крамола, а Ярослав получил господство в Руси. И стал он вопрошать о телесах святых, как и где они положены. И поведали ему, что святой Борис погребен в высшем городе, о святом же Глебе не все знали, что он был убит в Смоленске. И тогда сказали Ярославу близкие, что они слышали от приходивших оттуда, будто там они видели сияние и свечи на пустынном месте. Услышав сие, Ярослав послал на поиски в Смоленск пресвитеров и сказал им, это брат мой. Те пошли и отыскали его тело там, где совершались видения. С почтением, со свечами, многими кадилами, перенесли они его в лодки и отвезли выше город, где лежало тело приблаженного Бориса. Там они вырали могилу и положили тело, изумленное его прекрасным и цветущим видом. Дивные и чудные памяти достойно, что тело святого столько лет оставалось невредимым, нетронутое плотоядными зверями и не только не почернело, как это бывает с трупами, но было светло, прекрасно, цело и благовонно. Так Бог сохранил останки своего страдальца. Многие не ведали, что тут лежали телеса святых страстотерпцев, но, как сказал святой евангелист, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажигший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем. Так из всех святых Господь поставил светить миру и сиять при многими чудесами в русской стране, где много страждущих получили спасение. Слепые стали видеть, хромые получили быстроту серны, сагбенные выпрямились, но разве можно все поведать и рассказать о сотворившихся там чудесах? Поистине, даже весь мир не может вместить садейных предивных чудес, они многочисленнее песка морского. Святые творили их не только здесь, но и по всем странам и землям, исцеляя болезни и все недуги, посещая заключенных в темницах и узах. На местах же, где прияли веченимученические венцы, были созданы церкви во имя их, и творили они здесь много чудес. Нет умения и сил прославлять вас, святые братья. Если назвать вас ангелами, которые тотчас приходят на помощь скорбящим, то вы воплоти жили среди людей. Если назвать вас людьми, то вы превышаете человеческий ум множеством чудес. Назвать ли вас цесарями и князьями, то вы стяжали смирение больше, чем у простых и смиренных людей, и через него вселились в вышние жилища. Поистине, вы цари над царями и князья над князьями, ибо при вашей помощи и защите наши князья противников своих державна побеждают и прославляются вашей помощью. Вы им и нам оружие, вы земли русской забрало и утверждение. Вы обоюдоострые мечи, которыми мы не излагаем дерзкость врагов и попираем в землю гордость дьявола. Поистине, без сомнения, следует сказать, вы небесные люди и земные ангелы, столпы и утверждения земли нашей. Помогите же своему отечеству, как великий Дмитрий, который сказал, если я был с ними при веселье, то и умру с ними, когда они погибают. Но тот великий Дмитрий изрекся и об одном городе, а вы имеете попечение, возносите молитву не об одном городе, не о двух, а о всех, о всей земле русской. О, блаженное вместилище, приявшее ваши телеса честные, как многоценное сокровище, блаженная церковь, в которой стоят ваши святые раки, где положены ваши блаженные телеса. О, Христово угодники, блажен поистине высок город, выше город, имеющий у себя такое сокровище, которому не равен весь мир. Поистине он назван выше городом, будучи превыше других городов. Вторым салунем явился он в русской земле, имея в себе врачевство безмездное. И не только нашему племени дано было Богом спасение, но и всей земле. От всех стран туда приходят и безмездно получают исцеление. Как во святом Евангелии Господь сказал святым апостолам, даром получили, даром давайте. А все мы сам Господь сказал, верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. Но, блаженные страстотерпцы Христовы, не забывайте отечество, где пожили вы телесно, не оставляйте его посещением, и в молитвах всегда молитесь о нас, чтобы не постигло нас зло, и чтобы не коснулось болезнь телец ваших рабов, ибо вам дана благодать молиться за нас. Вас сделал Господь ходатаями, молящимися за нас. К вам прибегаем, умоляем вас, преподая к вам со слезами, вам молимся, чтобы не наступила на нас нога гордыни, чтобы рука грешника не погубила нас, и чтобы не постигла нас всякая пагуба. Отгоните от нас голод и несчастье, избавьте нас отмечаю в особной брани, не дайте пасть во грехе, уповаем на нас, на вас, молитву нашу приносите усердно ко Христу Богу, ибо мы согрешили и сотворили безмерное беззаконие, но, надеясь на вашу молитву, вас опием ко спасу. Владыка, един ты без греха, презрист твоего святого небеси на нас убогих. Мы согрешили, очисти нас, сотворили беззаконие, пощади, споткнулись, повремени, очисти нас, как блудницу и как мытаря прости. Пусть придет милость твоя, пусть прольется на нас человеколюбие твое, не оставь нас в грехах наших, не предай нас горькой смерти, но искупи нас от зловека сего, дай время для покаяния, ибо велико наше беззаконие пред тобою, Господи, поступи с нами милосердно, Господи, ибо ты, мы тебя именуем, помилуй нас, ущедри, заступи молитвами причестных твоих срастотерпцев, не предай нас в поношение, но излей милость твою на овец пажите твоей, ибо ты Бог наш, тебе славу воссылаем, отцу и сыну и святому духу. Сей благоверный Борис был потомок благого рода, послушлив отцу, всем покорен, телом был прекрасен, высок, широк в плечах, тонок в поясе, лицо у него было круглое, веселое, глаза добрые, борода и усы небольшие, ибо был он еще юн, по-царски сиял он, был украшен, как цвет цветущей юности своей, на рате был он храбр, завете мудр и разумен, благодать Божия цвела в нем. Не может человек пересказать всего, не насытится ухозрением, не наполнится ухослышанием, сказал экклесиаст, так и чудес святых мучеников ни ум наш не может постигнуть, ни язык выразить, ни слова изъяснить, какое возмездие получили они от Господа за труд свой, как чадо и причастники Царства Божия. Как сказал Иоанн Богослов, а тем, которые приняли власть его, дал власть быть детьми Божьими, и давит к святым, которые на земле, к ним все желание мое, и стра еще, страшен ты Божий во святилище Твоем, един творящий чудеса. Преподобный же Иоанн Дамаскин писал, что такие мужи по смерти живы и к Богу предстоят. Источник нашего спасения, Владыка Христос, помощь их подаст, ибо от мученических телес мира благоуханно исходит. И еще, кто в Бога верует и в надежду воскресения, тот не назовет их мертвыми, ибо как мертвая плоть может творить чудеса, как ими бесы отгоняются, проходят болезни, исцеляются немощи, слепые получают зрение, прокаженные очищаются, скорби и несчастья прекращаются, и всякое доброе даяние от Отца Света через них исходит. И их с верою и без сомнения молят, как ты должен утруждаться, чтобы найти заступника предсмертным царем, держащего за тебя ответ, а вот сии заступники всего рода, которые за нас, Богу, молитвы творят. Как нам не чтить их, приводящих всех к церкви и к Богу, почитая память их, с весельем творим праздник святым, который Господь прославил премногую благодатью и чудесами всех чудотворцев, заступников всех стран нашей русской земли. Многие не знали, что в высшей городе почивают святые мученики и страстетерпцы Христовы Роман и Давид, но Господь не допустил, чтобы такое сокровище таилось в земле и обнаружил их для всех. На месте, где они лежали, иногда виделся огненный столб, иногда же слышалось ангельское пение. Слыша сие и видя, люди славили Бога и приходили поклоняться со страхом на земле том, на месте том. Много приходило и от иных стран, одни верили слухам, другие не верили, считая сие за ложь, как апостол сказал о кресте, для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божия. Господь же во всяк святом Евангелии сказал, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а верующий в него не постыдится. Однажды пришли к тому месту, где лежали святые погребенные под землей варяги, и один из них вступил на него, тотчас же огонь вышел из гроба и опалил ноги варяга, тот скачал, стал рассказывать и показал дружине свои обожженные ноги, с тех пор не осмеливались подходить близко, но со страхом поклонялись. Немного спустя загорелась церковь святого Василия, у которой были положены святые. Пономарь той церкви, по окончании заутренней, был омрачен от села Акауа сатаны сном, и не осмотрев церковь, как следует ушел к себе домой, а в церкви забыл потушить свечу, горевшую на высоком месте. Спустя некоторое время загорелась церковь. Люди устремились к ней. Горела церковь отверха. Все оттуда вынесли иконы и сосуды, так что ничего не сгорело, кроме самого здания. Все это произошло по Божьему попущению. Церковь была деревянной, обветшала. Господь явил Сим свою волю, чтобы иная церковь была построена на том месте во имя святых блаженных страстотерцев Бориса и Глеба, и чтобы эти леса их были с любовью вынуты из недор земных. Что и случилось. О всем этом поведали Ярославу. Князь призвал митрополита Иоанна, сказал ему о своих братьях, святых мучениках, и тот был как бы в ужасе, сомнении, радости и дерзновении к Богу. Выйдя от князя, митрополит собрал клерошаны всех священников и велел идти крестным ходом к выше городу. И пошли к месту, где лежали святые, с ними и Ярослав, князь. На том месте, где стояла сгоревшая церковь, поставили небольшую храмину. Архиепископ же, придя с крестами, сотворил неистинношное пение. Рано утром архиепископ пошел с крестами к месту, где лежали причестные телеса святых, сотворил молитву и велел разрыть землю, находившуюся над гробом святым. И откопав, вынули гроб из земли. И приступил митрополит Иоанн и пресвитеры со страхом и любовью, открыли гроб святых и увидели чудо преславное. Телеса святых не имели никакого повреждения, но были совершенно целы и белы, как снег. Лица их были светлы, как у ангелов, благоуха не исходила от них. Сильно удивились архиепископы и все люди. И отнесли они телеса в ту храмину, которая была поставлена на месте сгоревшей церкви и положили их над землей на правой стороне. Был в Ишигороде муж именем Миронек, огородник. Он имел сына, у которого нога высохла и согнулась. И не мог он ходить и не ощущал ее. Ходил же он, сделал себе деревянную ногу. И пришел он к святым, припал к их гробу и молился Богу и святым, прося от святых исцеления. Так день и ночь молился он со слезами. Однажды ночью явились ему святые страстотерпцы Христовы, Роман и Давид, и сказали, что ты вопиешь к нам? Тот показал ногу, нуждающуюся в исцелении. Они взяли ногу сухую и трижды ее перекрестили. Пробудившись от сна, он увидел себя здоровым и вскочил, славя Бога и святых. Затем он поведал всем, как святые его исцелили и сказал, что видел и Георгия, отрока святого Бориса, который шел перед святыми, неся свечу. Видя такое чудо, люди прославили Бога. Некий слепец пришел и пал у гроба святых и целовал его с любовью, прикладывая к нему очи и прося исцеления, и тотчас прозрел, и все прославили Бога. Тогда Миронех рассказал князю об обоих чудесах. Князь Ярослав прославил Бога и святых мучеников и, призвав митрополита Иоанна, с весельем поведал им услышанное. Архиепископ также воздал хвалу Богу и дал князю богоугодный совет построить прекрасную церковь. И угоден был князю совет его, и велел он плотникам приготовить деревья на строение церкви. Была уже зима. Плотники приготовили дерева и при наступлении лета построили церковь великую, имеющую пять глав. Князь же украсил ее всякой живописью, и иконы святых велел написать, чтобы верные видели в церкви как бы самих святых и поклонялись им и лобызали их с верой и любовью. И в крестном ходу Иоанн, митрополит, князь Ярослав, все священники и весь народ перенесли в церковь мощь у святых и осветили ее. И уставили празднование месяца июля в двадцать четвертый день, когда был убит преобложенный Борис. В тот же день совершилось и перенесение святых мощей и освящение церкви. Когда на святой литургии присутствовали князь и митрополит, случилось быть в храме человеку храмому. С большим трудом приполз он в храм молять Богу и святым. И тотчас стали крепкими ноги его благодатью Божией и молитвами святых. И восстав, пошел он пред всеми. Видя сие чудо, благоверный князь Ярослав, митрополит и все люди воздали хвалу Богу и святым. После литургии князь позвал на трапезу всех и митрополита, и пресвитеров. Исправили они праздник, как подобало. И многое менее раздал князь нищим, сиротам и вдовицам. И вот скончался Ярослав, в 1054 году прожив с честью по смерти отца своего 38 лет и оставив наследниками своих сыновей Изяслава, Святослава и Всеволода, разделив между ними наследие как следовало. Изяслава, старшего поставил княжить в Киеве, Святослава в Чернигове, Всеволода в Переяславле, прочих же по иным властям. Изяслав, князь, унаследовавший великое княжение, положил тело отца своего мраморной раки, которую поставил в притворе церкви Святой Софии, созданной отцом. Прошло два года, и церковь уже обветшала. Придя однажды в нее, Изяслав Ярославич увидел ее ветхость, призвал старшину плотников и велел ему построить новую одноглавую церковь во имя святых срастотерпцев. Указал он и место для нее близ первой ветхой церкви. Князь упросил и митрополита Георгия, чтобы он помолился на месте том и дал денег, нужных на построение церкви. Старшина плотников собрал всех своих рабочих и скоро построил церковь на указанном месте. Услышав о всем, царь послал старейшины гордо со словами «Даю от княжеской дани на украшение церкви». Когда церковь была закончена совсем, боголюбец Изяслав умолил архиепископа Георгия, чтобы тот учредил перенесение мощей святых в новую церковь. Съехались братья Изяславы, Всеволод и митрополит Георгий Киевский и другие, Пеофит Черниговский епископ, Петр Переяславский, Никита Белозерский, Михаил Юрьевский, игумен Печерского монастыря Феодосий, Сафрония Цветого Михаила, Германа Цветого Спаса и прочие все игумены и сотворили светлое празднество и взяли прежде князья на рамен на тело святого Бориса в раке деревянной и понесли в предшествие преподобных чернорисцев со свечами. Взаимно камешли диаконы и пресвитеры, затем митрополиты и епископы и, перенеся поставили раку в церкви, открыли ее и исполнилась церковь благоухания чудного. Видевшие сие, все прославили Бога. Митрополита же объял ужас, ибо он не твердо веровал святым, полуницы просил прощения и, целовав мощи, положили их в каменную раку, затем взяли каменную раку с телом святого Глеба, поставили на сани и, взявшись за веревки, повезли их. И когда были уже в дверях, остановилась рака и не двинулась вперед, тогда повелели народу восклицать «Господи, помилуй!» и молились Господу и святым, и тотчас двинули раку. Затем подцеловали главу святого Бориса. Митрополит Георгий взял руку святого Глеба и благословил князей, взяв славу святославу и Всеволода. И снова святослав, взяв руку митрополита, державшего святого за руку, приложил ее к язве, которая была у него на шее, к очам и к темени, затем положил руку в гроб и стали петь святую литургию. Тогда святослав сказал Берну, что там не колет голову. Берн поднял клобук и, увидев на голове ноготь святого Глеба, снял его и отдал святославу. Тот же прославил Бога о благом даре святых. После литургии все братья пошли и обедали вместе, светло отпраздновали они праздник и много милостыни сотворили у Бога. Затем облобызались и мирно разошлись каждый к себе. И с тех пор установились и праздник месяца Мая во второй день в честь и славу святых мучеников благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Некий человек был немый хром. Нога у него была отнята по колено. Сделав деревянную ногу, он ходил на ней и пребывал у церкви святых с иными убогими, принимая от христиан милостынюю платье или иное, что кто хотел дать. И был в высшей городе старшина огородников, которого мирское имя было Ждан, а во святом крещении Николай. И творил он праздник святому Николаю ежегодно. В один из них на его праздник пошли убоги и тот хромец, надея что-нибудь получить. Войдя в дом тот, сел он пред хроминою. Случилось же так, что ему не дали ни есть, ни пить, и сидел он голодный и жаждущий. Тогда внезапно пал он выступление и видение видел. Представилось ему, что он сидел у церкви святых, и увидел он Бориса и Глеба, вышедших как бы из алтаря и шедших к нему, и пал он ниц. Святые взяли его за руку, посадили его и стали говорить об исцелении его. Потом перекрестили уста его, взяли его больную ногу, как бы помазали маслом, и потянули ее за колено. Все сию недужный, как бы во сне видел, ибо он упал ниц в том доме. Увидев его распростертым на земле, люди повертывали его туда и сюда. Он же лежал как мертвый, не имел сил двинуть ни устами, ни очами. Только душа его в нем была, и сердце билось в нем. Все думали, что его поразил бес. Взяли его, понесли и положили в церкви святых перед дверями. Много людей стояло вокруг, смотрели и дивились приславному чуду. Из колена страдальца появилась нога и стала расти, пока не сравнялась с другой. И это произошло не в долгий и в срок, а в один час. Видя сие находившиеся тут, прославили Бога и угодников его, мучеников Романа и Давида. И все воскликнули, кто изречет могущество Господа, восхвестит все хвалы его. Благословен Господь Бог, един творящий чудеса. В городе Дорогобужи некая женщина, раба, трудилась в доме госпожи своей по ее повелению в день святого Николая, когда все шли в церковь его. Другие женщины, видя ее за работой, стали укорять и звать ее в церковь. Она же не послушала их и продолжила свое дело. Дух, въехали во двор три мужа в белых ризах. Взглянув из двери, она увидала их. Один из них был стар, по обеим же сторонам его двое юношей. И сказали ей юноши, «О, женщина, как ты посмела оскорбить отца нашего Николая, работая его в праздник и не идя в церковь?» Она же отвечала им, «Я убогая вдова, мне надо работать и не ходить в церковь». Тогда старый муж сказал юношам, «Что вы с ней говорите? Размечите ее дом». Они приступили и разметали дом до половины. Старый же муж, подойдя к женщине, взял ее за правую руку и выбросил ее из комнаты. И упала она замертво. Видя женщину распростертой, соседки взяли ее и отнесли ее в другой дом, положили ее и сели около, желая послушать, что она скажет. Она же не могла двинуть ни глазами, ни устами, но лежала как мертвая и ничего сама не ела, только раздвинув ей уста, вливали ей в рот ложкой молока или воду. Так пребывала она до Великого Поста. Неделю мясопустную взяли женщину и отнесли в церковь Святого Николая. После молитвы, совершенной над нею, она несколько открыла глаза и, как бы пробудившись от сна, попросила есть, смогла принять пищу и рассказала случившееся. Правая же рука у нее оказалась вышившей, и она ее не ощущала. И вот она уже не имела сил служить господам. Видя ее такой немощной, госпожа прогнала ее от себя, и отрок, который родился у нее на свободе, стал рабом. Но судьи не позволили поступить таким образом, а повелели господам ее лишиться ее цены и обоих освободили, так как она работала по неволе и получила наказание. Прошло три года. Сухорукая женщина услышала, как человек со сведенными руками и ногами получил исцеление в церкви святых мучеников Романа и Давида. И вот пошла она выше город, пришла в день субботник, когда был канон успения Святой Богородицы, и оказались старейшие клиник клирика в той церкви Лазаря. Он велел ей пробыть ночь у церкви. Утром, когда шли с крестами к церкви Святой Богородицы, сухорукая женщина приступила к Лазарю и поведала ему такой свой сон. Когда я в ту ночь сидела у церкви, пришли ко мне двое прекрасных юношей и сказали мне, кто тебя посадил здесь? Я же отвечала, священник Лазарь так велел мне, сказав, сядь здесь, может быть, Бог по молитве святых мучеников исцелит тебя. Слышав сие, тотчас старший из юношей, сняв перстень, отдал мне и сказал, надень его на руку и перекрестись, и он исцелит тебе руку. Услышав сие, Лазарь велел ей присутствовать на литургии у дверей церковных, чтобы ей по окончании пения и молитв помазали руку маслом и скодила. Стали петь литургию, когда отпели святые Божи, и певец сказал, песнь Богородицы Прокимин величит душа моя, внезапно сухая рука женщины заболела, повязка, поддерживающая руку, спала, и женщина устремилась к алтарю, трепещая, потрясая рукою. Видя это, все люди и клирики сочли ее бесноватой и повлекли ее, как к гробу святых. Глядя на нее и узнав ее, Лазарь пришел в ужас, и в то же время рука ее исцелялась. Все, видевшие это, прославили Бога за такое чудо, девясь скорому Божию посещению и силе святых мучеников Христовых. Жил в городе некий слепец. Он в церкви святого Георгия и молился святому, прося прозрения. Однажды ночью явился ему святой мученик Георгий и сказал, что ты взываешь ко мне? Если ты хочешь прозреть, я тебе поведаю, как всего достигнуть. Иди к святым Борису и Глебу, они, если пожелают, даруют тебе зрение, которым ты просишь, ибо им дана благодать от Бога в стране русской, прощать и исцелять всякие муки и недуги. Видя сие и слыша, слепец пробудился и отправился в путь, как ему было велено. Пришел он к церкви святых мучеников и пробыл тут несколько дней, преподая моля святых, пока они не посетили его. И прозрел он, и стал видеть, славя Бога и святых мучеников, так как получил исцеление. И рассказал он всем, как видал, что пришли ли к нему святые мученики, перекрестили ему глаза трижды и тотчас они отверзлись. Все возблагодарили Бога за те преславные, предъявные и несказанные чудеса, которые творили святыми мучениками, ибо написано, желания боящихся его он исполняет, воплих слышит и спасает их, и еще творит все, что хочет. Умножались чудеса святых, и росла их благодать, и как писано в Святом Евангелии, и всему миру не вместить к них, они творились, не будучи записываемы, и кто знал о них, рассказывал. Тогда Святослав, сын Ярослава, замысел создать святым каменную церковь, построил он ее до 50 локтей в высоту и скончался в 1079 году. Всеволод, став князем земли русской, довершил ее всю. Когда же она была окончена, в ту же же ночь упал он вверх, и вся она разрушилась. Потом Всеволод умер в 1093 году, пожив мирно и исправив державство, порученное ему Богом. Княжение в Киеве принял Святополк из Аславович, а Давид и Олег в Чернигове, Владимир же в Переславе, в те времена враги земли нашей стали крепче нас и причиняли нам много насилия за наши грехи. Церковь святых мучеников пришла в забвение, и никто не мог позаботиться о строении ее и о записи чудес. Вот что повидали очевидцы произошедшего чуда. Святополк, князь заключил в подземную темницу за некую вину двух мужей в тяжких оковах, не исследовав дела, не послушав, но послушав оклеветавших их. Забыл он сказанное пророком Давидом, сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать, клевещущего на ближнего своего изгоню. Заключив мужей в темницу, князь забыл о них. Находясь в такой беде, они много молились святым срастотерцем, и каждое воскресенье давали стражу денег, чтоб он купил просфору и принес ее в церковь святых Романа и Давида. Прошло много времени, а заключенные все томились в печали и скорби, молясь непрестанно и призывая святых срастотерцем. И те не презрели их, но спасли, заступились за них и помогли. Однажды ночью, когда двери темницы были заперты, вынутая лестница лежала наружу, во время снастей хузников и иных многих внезапно один из заключенных мужей оказался спящим вне, над темницей, пробудился свободным от ус и увидел, что железные ковы, которые были на нем и на его товарища, изломаны и лежали около него, обручи же, полагавшиеся на ноги, извиты, как веревка. Восстав, он прославил Бога и святых его угодников. Вспомним виденное, он позвал сторожа, показал ему, что произошло и сказал, отведи меня к церкви преславных мучеников. Придя в церковь к утрене, а было это в четверг, поклонился он предсвятыми ковчегами и сказал всем клирикам и людям, бывшим в церкви. Когда мы и много других спали в темнице, внезапно как бы поднялась ее крыша и мы увидали, что вошли святые и сказали, почему вы находитесь здесь? Мы ответили, такова воля князя нас оклеветали. Святые же сказали нам, повелеваем вам, ты иди в церковь и поведай, что видел, товарища же твоего мы оставляем в темнице. Его мы сделали слепым, на уверение других, когда те не поверят. Сами же мы удалимся в греческую землю, возвратившись, через три дня посетим его и возвратим ему зрение. Тогда ступайте и скажите князю, зачем ты так поступаешь, не следовав дело, томишь и мучаешь. Если ты всем не раскаешься и не перестанешь так творить, то знай, что никак не избегнут тебе ада. Сказавшие это и иное, они исчезли из наших глаз. Я, видевшись ей, рассказал вам, братья, если вы хотите лучше видеть и слышать, пойдем к темнице. Придя к ней, все увидели, что замки невредимы и заперты, а лестница, по которой входят и выходят, лежит вне. И удивились они и прославили Господа и святых. Открыв темницу, увидели они, что узник, о коем сказано, действительно ослеп, так что ни век, ни ресниц нельзя было различить. Ужжи на нем не было. Распрошенный, я сказал то же самое. Тогда оба узника были отпущены и они не отходили от церкви день и ночь, особенно ослепленный, как бы позор имевший от святых и как бы прося о долге, преподал он гробам и молясь говорил, у святых годники Христовы не презрите, не забудьте вашего обещания, даруйте мне по вашему обету, которым вы обязались. Так он творил три дня. Настало воскресенье, пришел он в церковь и молился до утренней. Досадил его вопль поющим, так что они прогневались и сказали, следует удалить слепца сего, ибо нельзя петь. Он уже оставался, обеясь и преподая к святым и восклицал, помилуйте меня, ибо обещали мне это. Затем он внезапно обернулся и сказал, пойте, Господи, помилуй, созерцайте славу Божию и святых, вот я прозрел. И стали очи его здравы, как бы и не болели, и не были слепыми. Тогда все прославили Бога и святых страстотерпцев. Затем пошли и сказали святополку княжью, что слышали и видели. И с тех пор он редко причинял насилие людям, и в продолжении многих лет творил праздник святым, часто приходя летом в высший город. Хотел он и церковь построить на старом месте над гробом святых, говоря, не посмею переносить с места на место. Но по Божьему устроению и по воле святых мучеников не сбылся его замысел. В те времена, как сказано, Владимир, сын Всеволода, называемый Мономах, княжил в Переславской земле. Большую любовь он имел к святым и много приношений творил им. И замыслил он наковать святые раки честных мучеников серебром и золотом. Придя ночью, он обмерил гробы и расковав доски серебряные, позолотил их. Затем опять придя ночью, оковал все чудодейные и досохвальные святые гробы и ночью же ушел. Пришедшие утром узрели сие с радостью, поклонились и хвалу воздали святым и Богу, возложившему на сердце благоверному князю такую мысль. Многими словами похвалили они кротость его и смирение, благородство и великий ум, любовь к святым и тщание к Богу и ко святым церквам, которую проявлял благоверный князь Владимир, особенно к сим святым. Это он сотворил в лето 1102 года. После же перенесения мощей он сотворил еще больше над святыми гровами. Выковав серебряные доски с ображениями святых, он позолотил их, украсил серебром и золотом и хрустальными большими позолоченными свечниками, на которой горели свечи. И так он все прекрасно устроил, что невозможно рассказать всей красоты. И говорили приходившие из Греции и из других земель. Многому видели рак святых, но нигде не было такой красоты. Так хорошо он все устроил на память о своих добрых делах и на благословение от Господа, сказавшего, не собирайте себе сокровищ на земле, но на небе, и от святых, которых он так почтил, и на похвалу и благословение людей, видевших и слышавших. Когда Владимир оковал раки святых, князь Олег, сын Святослава, задумал построить каменную церковь, вместо разрушившейся в высшем городе. Привел он хромоздателей и велел им строить, дав им мобиль на все, что для этого требовалось. Когда церковь была построена и расписана, он часто понуждал и молил святополка перенести святых мучеников в созданную церковь. Тот же из зависти к труду его не хотел перенести, ибо не сам создал эту церковь. Спустя немного времени святополк приставился на второе лето по украшению церкви и был сильный мятеж и крамола в народе и ропот. Тогда соединились все люди. Особенно большие знаменитые мужи пришли ко Владимиру с просьбой, чтобы он прекратил крамолову. Тот пошел, утолил мятеж и ропот и приял княжение в земле русской. В лето 1115 года, когда Владимир княжил в Руси, умыслил он перенести всех святых страстотерпцев в созданную церковь и возвестил об этом братьям своим, Давиду и Олегу. Они всегда молили и понуждали Владимира перенести мощи святых. Тогда Владимир со своими сыновьями, затем Давид и Олег со своими сыновьями пришли к выше городу. Прибыл и митрополит Никифор, собрав всех епископов, из Чернигова Феоктиста, из Переславля Лазаря, Мину из Полоцка, Даниила из Юрьева и всех игуменов, Прохора Печерского, Савуа Цветава Спаса, Сильвестра Цветава Михаила, от обители Святой Богородицы в Лохернской, Григория Святого Андрея, Феофила Святого Дмитрия и многих других игуменов и весь святительский и чернеческий чин, всех клириков и всех священников. И сошлось сюда от всех стран русской земли и от иных стран многое множество народа и князей, все бояре, старейшины и воеводы всей русской земли и всех подчиненных ей областей. Короче сказать, все тут были, всякая область, богатые, убогие, здоровые и больные. Так что наполнился весь город и народ не находил места и по стенам городским. И в первый день месяца мая осветили церковь, а в субботу второй недели по Пасхе. Утром, в Святое Воскресенье, во второй день того же месяца, начали петь утреннюю в обоих церквях. И, повставив сначала на украшенные сани, которые для сей цели были устроены, раку Святого Бориса повезли ее. За санями пошел Владимир с благоговением и смирением, митрополиты, священники со свечами и кадилами и влекли сани за толстые веревки, теснясь и утруждаясь в вельможи и все бояре. Веревки были привязаны с двух сторон. За них и влекли честные раки, и не было возможно ни идти, ни тащить сани вследствие множества людей. Тогда Владимир велел бросать на рогу деньги, меха и ткани. Видя, эта часть народа бросилась к ним, другие же, оставив сие, устремились к святым ракам, чтобы удостоиться прикосновения к ним. И сколько не было людей, никто не мог удержать слез от радости и великого веселья. И так едва имели возможность влечь сани. Также и рак у святого Глеба повезли на других санях в сопровождении князя Давида, епископов, клириков, бояр и бесчисленных людей, которые все восклицали «Господи, помилуй!» и со слезами призывали Бога. И произошло великое чудо. Мощи святого Бориса везли благополучно. Только от людей была теснота. Когда же везли святого Глеба, рака стала неподвижна. Потащили ее насильно, но беревки оборвались, хотя и были так толсты, что человек едва мог охватить их обоими руками. И оборвались они сразу. Люди восклицали «Господи, помилуй!» Было же их множество во всем граде. Теснились они по заборам и по стенам городским. И поднялся от всего народа клик «Господи, помилуй!» И тут часть двинулась рака сама собою. Так привезли и положили с честью святых святотерцев Бориса и Глеба на воссозданной церкви на правой стороне месяца мая во второй день. Затем все разошлись по своим домам, славя Бога и святых святотерпцев. В городе Владимир из Олесском княжил внук Владимира Мономаха Всеволодович Юрьевич. Из него восстали два племянника Стеслав и Ярополк Ростиславовича в 1175 году, которые пришли из Великого Новгорода, тайно призванные ростовцами на княжение. И пошли они войною на Всеволода, дядю своего, к ограду Владимира, желая изгнать князя из его отчины и получить себе большую область. После Великой Битвы Ростиславовичи были поражены Всеволодом, захвачены в плен и приведены во Владимир. Всеволод приставил к ним стражу, но позволил им ходить на свободе. Владимирцы, видя всех пленных князей на свободе, а не в темнице, возраптали и, придя с оружием во двор князя своего Всеволода, восклицали. «Зачем, князь, ты держишь врагов в наших невузах, а на свободе? Или казни их смертью, или ослепи, или отдай их нам?» Будучи милостивым, Всеволод не хотел причинять зла плененным на войне князьям, но для народа велел посадить их в темницу, чтобы утишился мятеж надродный. Спустя некоторое время опять Владимирцы стали взывать к великому князю Всеволоду «Выдай нам Ростиславевичей, хотим их ослепить!» Великий князь опечалился, но не мог удержать народ от мятежа. Владимирцы разметали темницу и, схватив Местислава и Ярополка, ослепили их и отпустили. Так несчастные Ростиславовичи, Местислав и Ярополк, хотевшие большей славы и власти, были усмирены и ослеплены. И вот пошли они к Смоленску и пришли на Смедыню в церковь святых мучеников Бориса и Глеба. Был же тогда день памяти убиения святого Глеба 5 сентября. И молились князья Богу с великим усердием и призывали на помощь святых мучеников, как сродников своих, чтобы святые послали им облегчение, так как язвы на месте очей гноились у них. Когда они молились, сначала облегчилась боль, а затем неожиданно им было даровано прозрение. Ясно видя, начали Ростислава и Вячеславить и благодарить Бога при чистую Богородицу и святых князей Романа и Давида. И возвратились они с радостью в дома свои, рассказывая всюду о милости Господней, поданной по молитве святых мучеников. В городе Турове жил в древние времена старзец некий именем Мартин, бывший прежде поваром у епископов Туровских Симеона, Игнатия, Акима и Георгия. Епископ Георгий освободил Мартина ради старости его от службы. Приняв иноческий образ, Мартин стал жить в епископском монастыре у церкви святых мучеников Бориса и Глеба, один в келье. И страдал он часто от болезни живота. Когда страдания приступали к нему, старец лежал, крича от боли, не имея силы встать и позаботиться о теле своем. Однажды, хворая тем недугом, лежал он в келье и изнемогал от жажды. Но никто не посетил его, так как вокруг монастыря тогда разлилась вода. На третий день вошли к нему святые мученики Борис и Глеб в том виде, как они были изображены на иконе, и сказали, «Чем ты хвораешь, старче?» Тут рассказал им о своем недуге. И спросили о него, «Не надо ли тебе воды?» «О, господа мои», отвечал старец, «уже давно я ее жажду». Один из них взял коромыслы и принес воды, а другой зачерпнул ковшик. И напоили они старца. Тогда он спросил их, «Чьи вы дети?» Они отвечали, «Мы братья Ярослава». Старец, думая, что они родственники князя Георгия Ярослава, сказал, «Да пошлет вам Господь многие лета, господа мои, возьмите сами хлеба и ешьте, ибо я сам не могу послужить вам». Они отвечали, «Пусть хлеб останется для тебя, а мы пойдем. Ты же не хворай больше, но усни». И тотчас стали невидимы. Выздоровев, старец понял, что его посетили святые Борис и Глеб и встав прославил Бога и угодников его. И с тех пор никогда не хворал он тем недугом, но все время был здоров и рассказывал братьям об исцелении, дарованном ему святыми мучениками. Благоверный князь Александр Ярославович, прозванный Невским, во время княжения в своем великом Новгороде вел войну со шведами. Когда он с войском пришел на реку Неву, один из его воевод, бабагоязненный муж именем Филипп, исполняя порученную ему ночную стражу, увидел при восходе солнца плывущий по воде корабль. Посреди корабля стояли святые мученики Борис и Глеб в одеждах червленных. Гребцы же сидели, одеты как бы мглою. И сказал святой Борис святому Глебу, «Брат Глеб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему князю Александру против неистовых врагов». Сие видение воевода поведал князю своему. И в тот день князь Александр помощью святых мучеников Бориса и Глеба победил и попрал силу шведов, вождя их биргера, сам уязвил мечом в лицо и с торжеством возвратился в Великий Новгород. Подобным же образом, когда великий князь московский Дмитрий Иоаннович вел войну с царем Татарским Мамаем, ночной страж Фомаха Цибеев видел открытое ему Богом такое видение. На высоте показалось большое облако, и вот с востока шли как бы великие полки. С юга же явились двое светлых юношей, державшие в руках свечи и острые обнаженные мечи. Сие юноши были святые мученики Борис и Глеб. И сказали они воеводам Татарским, «Кто вам велел истреблять отечество наше, от Господа нам дарованное?» И стали они сечь врагов, так что никто на них из них не уцелел. На утро страж тот поведал свое видение великому князю. Князь же, возведя очи свои на небо и воздев руки, стал молиться со слезами, говоря, «Господи, человека любче, по молитве святых мучеников Бориса и Глеба помоги мне, как Моисею на Амалика, как Давиду на Голиафа, как Ярославу на Святополка, как прадеду моему Александру на Шведского короля, так и мне на Мамая подай помощь». И в тот день великий князь московский Дмитрий по молитве святых страстотерпцев Бориса и Глебов победил Мамая царя татарского «Сие и множащиеся чудеса сотворил Господь через святых страстотерпцев, которым поклоняются люди, прося прощения грехов о Христе Иисусе Господе нашим. Ему же слава с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь». «Правдивая страстотерпца и истинная Евангелие Христова послушателя целомудренней романе с незлобивым Давидом, не сопротивство остав врагу сущу брату, убивающий телеса ваши, душам же коснуйтесь немогущие, да плачет совбозлый сластолюбец, вы же радующийся с лики ангельскими, предстоящий святей Троицы, молитесь о державе сродников ваших, богу годней быти и сыновом российским спастись». «Во сия днесь преславная память ваша благородней и страстотерпце Христове Романе и Давиде, созывающей нас к похвалению Христа Бога нашего, тем притекающей к родце мощей ваших исцеления дар приемлем, молитвами вашими святые, вы Бог божественный и врачеве истин». «В тот же день память во святых отца нашего Афанасия Великого, патриарха Александрийского, память его совершается еще 18 января, где и помещено его жизнеописание». «Христос воскресе, Христос воскресе из мертвых, Христос воскресе из мертвых, Христос воскресе из мертвых, Христос воскресе из мертвых, смерть и из мертвых, Бог, брат, высочи по крови, высочи по крови, высочи по крови живут дарова». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok